Кирилл, ещё долго? Ну, потерпи ещё немножко. Уже совсем близко. Так, кажется, это где-то здесь. Слушай, Лер, как-то мне это всё не нравится. Может, вернёмся, пока не поздно. Кирилл, ну что ты боишься? Я же с тобой. Кажется, нам туда. Пойдём, пойдём, Кирилл, пойдём. Кирилл, пойдём. Лера! Кирилл! Кирилл! Я вам могу. Чем хотите поклясться? Черт целился моего старика. Пенсию получил, а денег нет. Потерял, говорит. Как это можно пятую пенсию подряд потерять? Раиса Алексеевна, миленькая, ваш Иван Романович не пенсию, а совесть потерял. Ладно, поговорю с ним, с вашим стариком по-соседски. Не беспокойтесь. Спасибо, спасибо, Костенька. Я не знаю, что мне с ним делать. Все будет хорошо, не беспокойтесь. Всего доброго. Беспокойные у тебя соседи, Кусть. У нас в парке на центральной аллее целый шахматный клуб образовался. Четвертной партия. Вот ее старик там всю свою пенсию и просаживает. Гроссмейстер. Здравствуйте. Вы Константин Коваль? Я. Моего сына Кирилла обвиняют в убийстве, которого он не совершал. И только вы можете его спасти. Может быть, вам стоит обратиться к адвокату? Нет. Адвокаты мне не помогут. Мне нужны именно вы. Хорошо. Пройдемте, присаживайтесь, расскажете нам, что с вами произошло. Я Игнатова Мария Андреевна. Расскажите, пожалуйста, что произошло у вас. Где-то все так тяжело. Пятого октября, два дня назад, мой сын Кирилл и Валерия, это его невеста, отправились на деловую встречу. Ну, туда так и не доехали. В милиции сказали, что кто-то повредил тормозной шланг в автомобиле. И Кирилл попал в тяжелейшую аварию и впал в кому. А девушка? А ее не было в машине. Ну, ведь вы сказали, что они вместе ехали. Не было. Лерочку нашли вчера в лесу, недалеко от места аварии. Она сильно обгорела, а в груди у нее был осиновый кол. Леша, дай воды. Да, конечно, сейчас. Мария не верила, что ее сын мог убить свою невесту. Долгое время молодые люди вели совместный бизнес. Потом у них завязались близкие отношения. А недавно Кирилл и Валерия сообщили друзьям и близким, что решили сыграть свадьбу. А что говорят в милиции? Следователь, который ведет наше дело, он сказал, что... Он подозревает, что Кирилл убил Леру и что Кирилл будет арестован, как только придет в себя. Сегодня Кирилл очнулся, но он никого не узнает и ничего не помнит. Он повторяет какую-то тарабарщину, а врач говорит, что это последствия стресса и черепно-мозговой травмы. Мария Андреевна, успокойтесь, пожалуйста. Мы постараемся вам помочь. Помягите, пожалуйста. В рассказе Марии Игнатовой было много неясностей, однако в этом деле определенно присутствовал мистический след. Осиновый кол не самое распространенное орудие убийства. Авария, в которую попал Кирилл, убийство Валерии, на мой взгляд, были связаны единой нитью. И эту нить нам предстояло распутать. Ни одного подозреваемого, кроме Кирилла Игнатова, у нас нет. Свидетелей о смерти нет. Водила КамАЗа, в которого влетел Игнатов, божится, что подозреваемый въехал прямо из лесу. В Акурат, около места, где мы позже обнаружили обгорелый труп Новиковой. А что там с тормозной вишланды? Я слышал, их подрезали. Подрезали? Ну, ты же знаешь, как у этих дилетантов бывает. Придумал себе план, наверное, хотел имитировать аварию. Ну, а потом переволновался, нахлынули эмоции, испугался за жизнь, не справился с управлением и бац, в КамАТОЗе. Ну, а мотив? Мотив. Ну, мотив ты прав. Мотива у нас четкого пока нет. Но я надеюсь, что Игнатов очухается, я с ним пообщаюсь, тогда и мотив нарисуется. Ну, а если не нарисуется? Ну, вот. Поэтому я к тебе иду навстречу. Вот, смотри. Фотографии с места аварии. Это с места убийства. Также копии протоколов допроса водителя КамАЗа и Марии Игнатовой. И заключение автоинспекции и вскрытие. Слушай, Кальченко, что ты такой добрый? Мне всякие прослужные списки не нужны. А ты у нас искорь опытный. Может, и от тебя будет польза. Хорошо. Постарайся продать доверие. Спасибо. Давай. Лариса, я не электрик. Ну, проще новую купить, чем старую лампу чинить. Костя, эта лампа казенная. Понимаешь? Значит, новую мне никто не купит. А чинить ее, кроме тебя, никто не будет. Ну, я же тебе и помогаю, правильно? Ну, помогаешь, помогаешь. Ну, вот, теперь пошла и твоя очередь. Извини. Да, Леша. Слушай, Кость, как ты просил, я раздобыл у коллег результаты вскрытия фотографии Новиковой. Высылаю. Угу, спасибо. Посмотри, пожалуйста, там, кроме фотографии, еще заключение эксперта. Жуть какая. Эксперты пишут, что смерть наступила в результате обширного травматического разрыва всех слоев миокарда тупым предметом большого диаметра. Орудие убийства представляет собой заостренный деревянный брус длиной 250 и диаметром 85 мм, который на момент вскрытия находится в ране. Порода дерева осина. Жертва отгорела? Странно. Да. На теле остатков легковоспламеняющихся веществ не обнаружено. Травяной покров и подлесок вокруг жертвы выжжен на расстоянии от двух до пяти метров. В почве рядом с телом обнаружены следы бензина марки АИ-95. Если использовали бензин, то там выгорело несколько десятков квадратных метров вокруг. Но дальше огонь не распространился. Почему? Не только это странно. Странно вообще, как этим колом ее убили. Это явно делали не руками. В смысле? Понимаешь, обычный человек не смог бы одним ударом, тупым предметом пробить грудную клетку, сердце, легкие, ткани и дойти практически до позвоночника. Даже если бы он был прекрасно в физической форме и был бы атлетом. Ну, то есть, это делал либо сверхсильный человек, либо вообще не человек. В истории известный случай, когда древнеримские метательные машины «Скорпион» пробивали на большом расстоянии копьями длиной полтора метра солдат вместе с броней и со щитом. Возможно, что этот кол это часть какого-то механизма. Возможно. Я тебя очень прошу, ты можешь сделать повторный анализ тела Новиковой? Ну, возможно, ты найдешь что-нибудь необычное. Конечно, можешь. Если лампу подчинешь. Понял. Осиновый кол, орудие убийства демонов и прочей нечисти. В лесах под Киевом появился какой-то доморощенный Ван Хелсинг, а Новикова стала его жертвой совершенно случайно. С другой стороны, если использовался специальный механизм, то убийство могло быть и спланированным. Но участвовал ли в нем Кирилл, оставалось непонятно. Ой, ну что вы? Это все хорошо. Моя работа. Я доктор. Очень хорошо. Мне нужно проконсультироваться с вами приватно. Ну, хорошо. Запишитесь ко мне на прием, я вас проконсультирую. Ну, а сейчас вот. Кирилл Игнатов. Ну, как видите, сознание пациента находится в измененном состоянии, ну, поэтому я думаю, что поговорить вам с ним вряд ли удастся. Я все же таки спробую. Да, конечно. Кирилло! 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 Меня зовут Степан, я помещник приватного детектива. Прошу поговорить с вами. Вы меня слышите? Это то, что я вам говорила. Мы еще не поставили окончательный диагноз. Нужно еще провести ряд тестов, сдать анализы. Ну, нужно понять, что стало причиной такого его состояния. Полной неценитницы. И у лекарей в жёдных, втишных прогнозе. Сереж, посмотри, пожалуйста Что ты скажешь? Странно Я ничего не могу сказать о Валерии По этим фотографиям Такое впечатление, что ее душа застряла Между миром мертвых и живых Неупокаянная душа? Да В этом деле очень много странного Например, Тарабарщина Которого все время твердит Игнатов А он что? Говорит слова нахваки? Похоже Вы слышали? Ну-ка еще раз Помогите Валерии Спасите ее Я думаю, мне с этим Игнатовым надо поработать индивидуально Я завтра поеду к нему в больницу Шеф, можно я тоже с ним поеду? Там такая ликарка Тямущая Приглядывай за ним Отзвонись мне, как только появится какая-то информация Звучайно Неоднократно прокрутив запись Я убедился, что бормотание Кирилла Это не бессвязная Тарабарщина А отчаянный призыв о помощи Но почему-то он произносил все буквы В обратной последовательности Куда? Справа, справа заходи Да, шеф Славик, это что, восстание? Если тебе больше неприятно мое общество Можем поговорить о соблюдении режима содержания заключенных Ладно, исправлюсь Что у тебя? Собери мне всю информацию на Валерию Новикову и Кирилла Игнатова У них есть общая фирма Называется Мелисса Угу, понял Проходите Но это только в порядке исключения Я думаю, вы понимаете, что посетителям сейчас ни к чему Спасибо, Анна Ивановна Да, я вас оставлю А пока я могу занять несколько минут вашей уваги? Но у меня сейчас консультация с пациентом Всего деколька хвилин П explicаем И на мне вопрос Су Hayati И File and Snapchat Pacific иина Снег Снег Иин 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 Фирма «Мелисса» за очень небольшой промежуток времени стала очень прибыльной. Похоже, в этом заслуга Валерии Новиковой. Коммерческой стратегией предприятия занималась именно она. А какие функции выполнял в этом тандеме Игнатов? Судя по всему, воплощал в жизнь ее идеи. Может, черные схемы, офшоры, зарплата в конвертах, промышленный шпионаж. Тут порадовать тебя ничем не могу. Зато некоторые недоброжелатели приписывают сказочный успех «Мелиссы» к тому, что она якобы ведьма. Ведьма, говоришь? Это интересно. И это не все. Я поинтересовался интернет-перепиской Игнатова и Новиковой. Некий Иван Бахтеев. Неоднократно присылал письма с угрозами в адрес Кирилла Игнатова. Вот даже как. Окей. Давай, до связи. Да что ж за смольный-то? Слушай. Я поработал с Игнатовым. Скорее всего, Новикова была белой ведьмой. Именно поэтому для ее убийства убийца использовал осиновый кол. Он запечатывает дух ведьмы и не дает покинуть тело после смерти. Ты уверен, что Новикова ведьма? Абсолютно. И еще, Костя, мне нужно осмотреть место аварии и место смерти Новиковой. Новикова и Игнатов были влюблены. Между ними существовала прочная эмоциональная связь. Поэтому во время аварии Игнатов тоже попал под воздействие заклятия, которое кто-то использовал, чтобы запечатать дух Новиковой после ее смерти. Навожить такое мощное заклятие способен только очень сильный Мах. Я рассчитывал узнать о нем больше на месте преступления. Ну что, Костя, вижу, что-то раскопали. Это распечатка переписки бывшего бойфренда Новиковой, Бахтеева и Кирилла Игнатова. Будут плачевные последствия. Ты совсем не понимаешь. Это уже похоже на мотив. Получается, что Кирилл Игнатов отбил Валерию Бахтееву, увел ее накануне свадьбы. Бахтеев умоляет Валерию вернуться, но в письмах к Игнатову сыплет угрозами. О, как. Леш, я тебя очень прошу, съезди к маме Игнатова, поговори с ней про Бахтеева. Слава пробьет его координаты и отдаст тебе. Поговори с Игнатовой и сразу к нему. А Степа у нас что, уже водку скушал? А Степу я отправлю на фирму, к Игнатову. Тему конкуренции мы так и не пробили. Хорошо. Давай. То, что Валерия оказалась ведьмой, пусть и белой, объясняло, почему для ее убийства использовался осиновый кол. В то же время на горизонте появился первый подозреваемый, брошенный любовник. Но мотивы для устранения Новиковой могли быть не только у него. Ее успехи в бизнесе могли вызывать у кого-то зависть. А это тоже мотив. Проходите, пожалуйста. Я ненадолго, всего на пару вопросов. Нет, нет. Присядьте, пожалуйста. Я вас... Я вас чаем напою. Хорошо. Муж, я сегодня с утра на нервах. Отец Кирилла, мой муж, он сегодня с утра в больнице дежурит. Я места себе не нахожу. Скажите, а вам знаком Иван Бахтеев? Бахтеев. Валерия Новикова встречалась с Бахтеевым до того, как познакомилась с Кириллом. А, да. Правда. Но я лично его не знаю. Мне Кирилл рассказывал, что Бахтеев однажды напал на него возле подъезда. Но Кирилл оказался сильнее и дал ему как следует. Так он потом все колеса в машине моего сына проколол. Ну, Кирилл знал, что это сделал Бахтеев, но доказательств у нас не было. Я говорила милиционерам об этом. Они сказали, что на время аварии у Бахтеева алиби. У нас есть маркеры и ориентиры. Это ни к чему. У нас свои ориентиры. Удар был сильный, но не смертельный. Игнатов. Здравствуйте. Алло, шеф. Я побалакал с работниками фирмы Мелиса. Они зацикавлены, в каком-то швидшем расследовании этой справы и готовы надать нам информацию. Напередуне Новикова и Игнатов взмагались за право укласти контракт с фирмой Гарант Плюс. И победили. До речи, 5 жовтня они ехали на встречу с керевницей самой этой фирмы. Интересно, почему они оказались в лесу? От чего не знают, того не знают. Главное, Степ, спасибо. Есть что-то? Здесь чувствуются следы мощного заклинания. Вон оттуда. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне нужен Иван Бахтеев. Бахтеев, выйди к тебе. Здравствуйте. Я из милиции. Майор Алексей Рыбников. Мне нужно задать вам пару вопросов. Милиция? Какие вопросы? О Валерии Новиковой. Когда вы ее в последний раз видели? Иван, нам известно, что вы были против ее свадьбы с Кириллом. И что вы угрожали Кириллу. А потом еще совершили нападение. Да? И что? У нас есть основания подозревать, что вы причастны к аварии. Какое это имеет теперь и значение? Иван, постой. Я понимаю, что ты хотел только Кириллу убрать. Но там еще была Валерия. Да пошел ты! Я любил ее! Подрезать шланг к Бахтееву, как к автомеханику, было несложно. Но по словам матери Кирилла, у Бахтеева было алиби. Перед тем, как браться за него всерьез, я решил это алиби проверить. Чувствуешь запах бензина? Да, есть немного. Тело Новикова сильно обгорело. Пожар был достаточно мощный, но почему-то выгорела только поляна. Тут повсюду чувствуются следы мощного заклинания. Лера! Противостояние черной и белой ведьмы – это достаточно редкое событие. Я не мог увидеть всю картину целиком. Но был уверен, что гибель Валерии и авария, в которую попал Игнатов – следствие именно такого противостояния. Ты это видел? Именно эта штука воткнула кол в сердце Новиковой. А огонь должен был уничтожить все улики, в том числе и те его жертвы. Костя, в сторону. Лера! Лера! Что это было? Я же тебе говорил, я здесь повсюду чувствую остатки мощного заклинания. Это заклинание чуть не сожгло на Мулику. Валерия и Кирилл, владельцы успешной коммерческой фирмы, отправились на деловую встречу, но почему-то оказались в лесу. Почему это было для меня загадкой? Охотничья ловушка на месте убийства Валерия – орудие примитивное, но довольно мощное. Эта находка объясняла нечеловеческую силу удара. Но у нас по-прежнему нет ни убедительного мотива, ни конкретного подозреваемого. А ну-ка посмотри. Так, кажется, это где-то здесь. Слушай, Лера, что-то мне все это не нравится. Может, вернемся, пока не поздно? Кирилл, ну что ты боишься? Я же с тобой? Кажется, нам туда. Пойдем, пойдем, Кирилл. Лера! Майор милиции Алексей Рыбников. Чего ж сразу не сказали? Скажите, 5 октября Бахтеев был на работе? Да вроде был. Так вроде или был? Да был точно. Мы с ним машину на пару мыли. Только он это, не целый день был. Да? А шеф сказал, что он отработал всю смену. Он начальство не отпрашивался. Мне сказал, что в больницу ему нужно. А шеф приезжает за выручкой только к концу рабочего дня. Угу. Когда Бахтеев появился? Где-то к половине восьмого. Что-то рассказывал? Ничего не говорил. Плохо ему было. Злой был, нервный. Злой, нервный? Угу. А когда он в больницу уехал с работы? Так еще до обеда. До обеда. А обед в котором часы у вас? С часа до двух. Понятно. Все, спасибо. Здесь был еще один человек. Это его зажигалка. Он невысокого роста, непримечательная внешность. Футоробот сможешь помочь составить? Конечно. Да, Леша. Костя, слушай. 5 октября Иван Бахтеев ушел с работы еще до часу дня. Вернулся приблизительно к восьми. Был подавленный и злой. А по данным экспертизы, Валерия Новикова умерла примерно с трех до шести часов. Значит, у Бахтеева алиби нет. И мотив у него был ревность. Так что мне? Брать его? Погоди, Леша, не спеши. Взять мы его всегда успеем. Лучше вот что сделай. Найди фирму ООО «Гарант Плюс» и выясни, почему ее руководство назначило встречу у Игнатова и Новиковой в день аварии. И свяжись со Славиком, пусть он выяснит все, что касается владельца этой фирмы. Понял, Костя. Все, давай. Иван Бахтеев исчезать явно не собирался, поэтому встречу с ним я решил отложить до результатов экспертизы зажигалки. Меня больше интересовало, зачем Новикова и Игнатов отправились на встречу с конкурентами, ведь тендер на контракт они уже выиграли. Здравствуйте. Еле нашел вас. Здравствуйте. А вы по какому вопросу? Данных о вашей фирме нигде нет. Еле отыскал ваш адрес через пожарную инспекцию. И что вы хотели? Поговорить с вашим руководством. По какому вопросу? По служебному. Сегодня в офисе никого нет. И завтра тоже никого не будет. Оставляйте свой номер телефона, и вам перезвонят. Угу. Я бы хотел узнать, чем занимается ваша фирма. Какие-то буклетики или веб-сайт у вас есть? У нас нет ни буклетов, ни веб-сайтов. Мы работаем только с проверенными клиентами, которых руководство отбирает лично. А как зовут ваше руководство? Когда она вам перезвонит, вы тогда и познакомитесь. Хорошо. Вот моя визитка. Пожалуйста, перезвоните, хорошо? Всего доброго. Новикова была белой ведьмой. И я думаю, что успех фирмы «Мелисса» – это результат ее деятельности. Поясни. В своих круах я слышал о белой ведьме, которая использует свой дар в коммерческих целях. Это как? Манипуляция сознанием клиентов, наведение порч, заговоры на неудачу. И в результате бизнес идет как по маслу. Но плата за это очень высокая. В ее случае это была смерть. Угу. Извини. Да, Лариса, привет. Рад тебя слышать. Я тебя тоже, Костя. Есть информация. Отпечатки с зажигалки, которую ты мне принес из леса, принадлежат некоему Ивану Бахтееву. Тебе эта информация как-то поможет? Конечно, поможет. Спасибо, Лариса. Ну, отлично. Пока. Пока. Зажигалка, которую мы с тобой нашли в лесу, принадлежит Ивану Бахтееву. Если это я Бахтеева видел в лесу, на нем есть вина, но не убийца. Ну, вот мы с ним встретимся и проясним ситуацию. Тот факт, что Иван присутствовал на месте убийства Новиковой, когда оно было совершено, делал его основным подозреваемым. Но если экстрасенс был прав и Бахтеев не убивал, он точно должен был видеть убийцу. Пока Леша искал конкурентов Новиковой и Игнатова, я взял на разговор с Бахтеевым Степана. Иван Бахтеев, детектив Коваль. Идите к черту. Как я от вас всех устал. Я вообще могу с вами не разговаривать. Ваше право. Но если капитан Кальченко узнает, что вы были на месте убийства Валерии Новиковой, станете их главным подозреваемым. Что за бред? Я там не был. И зажигалку свою не теряли. На ней ваши отпечатки пальцев. Так что в ваших интересах все рассказать. Выбирайте только мне или капитану Кальченко. Ну что вы стовбичите? Это выключите к той швидку. Степа, что с ним? Вживый, но непритомный. Поговори с водителем, я с ним побуду. Ага. Иван, 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 живой? Иван, как ты? Это она. Она черная ведьма. Иван, лежи, береги силы. Я любил Леру. Игнатова ненавидел. А ее любил. Я хотел, чтобы он умер. Он должен был поехать сам. Это я перерезал тормозные шланги. И она в последний момент села с ним. Я не предупредил ее. Там они вышли в лес. Я пошел за ними. А там, там я увидел, как погибла Лера. Это Кирилл ее убил? Нет. Этот трус сразу убежал. А кто ее убил? Она. Она черная ведьма. Какая ведьма? Ты ее видел? Как ее зовут? Иван, как ее зовут? Иван Бахтеев, фактически находясь на грани жизни и смерти, подтвердил, Кирилл Игнатов не виновен в смерти Валерии Новиковой. И прямо указал на некую черную ведьму. Следы ее заклятия обнаружил на месте убийства и наш экстрасенс. Но кто она, эта черная ведьма? И где ее искать? Оба свидетеля, Бахтеев и Кирилл Игнатов, на этот момент не могли нам помочь. Ты знаешь, Костя, это какая-то мистика. Ни в одном каталоге. Справочники, телефона, адреса, веб-сайта, ничего нет. Но в итоге я адрес все-таки раздобыл по старым своим каналам. Решил туда поехать. Машина не заводится. Звоню в такси, машину мне не могут найти. С горем пополам я приезжаю на этот адрес, но информации ноль. Ничего не узнал. Ну, не ты один. Славик сегодня тоже полдня убил на поиске этой фирмы в интернете. И результат такой же. Ну, как-то же они выигрывают тендеры, как-то они общаются с клиентами. Сережа, как такое может быть? Может. Если использовалась черная магия, то информация будет доступна только тому, кто интересен владельцу фирмы. Эти фирмы конкурировали не только в бизнесе, но и в магии. Вот так новость. Итак, хорошо, подведем итоги. Что нам известно о событиях 5 октября? Так, фирма Мелисса выиграла тендер на подписание выгодного контракта. И тут от конкурирующей фирмы поступает предложение о встрече. Игнатов и Новикова едут на деловую встречу с неизвестным владельцем фирмы Гарант Плюс. И в итоге оказываются в лесу. Вот вопрос номер один. Зачем они поехали в лес? Ответа на него у нас нет. Жаждущий мести Иван Бахтеев подрезает тормозные шланги в автомобиле Игнатова. Но увидев, что в автомобиле с Игнатовым едет Новикова, следует за ними в лес. Далее. В лесу происходит убийство Новиковой. Но Бахтеев утверждает, что убивал не Игнатов, а некая черная ведьма. Сережа считает так же. Так может, она и есть владелец этой фирмы Гарант Плюс? Ну, где нам ее искать? Убийца хорошенько облил бензином место преступления, чтобы сжечь все и уничтожить все улики. У нас есть два свидетеля смерти Новиковой. Один из них при смерти, другой в невменяемом состоянии. Нужно попробовать получить информацию хотя бы от одного из них. Между Игнатовым и духом Новиковой есть связь. Я думаю, если разрушить эту связь, то Игнатов придет в себя. Угу. Хорошо. Леш, вы со Степой езжайте в больницу к Игнатову. А мы с тобой поедем к Ларисе. Ей уже привезли труп Новиковой. Посмотрим, может быть, что-нибудь найдем. Ну что? Что? Повторный осмотр тела Новиковой и ничего нового не добавил. Мой анализ полностью подтверждает заключение коллег. Орудие убийства извлечено еще экспертами при первом осмотре. Сереж, что-то не сходится. Кол из тела ведьмы вытащили, а Кирилл до сих пор находится в невменяемом состоянии. Может, ты ошибся? Вряд ли. Можно? Если осиновый кол вынули из тела, то дух белой ведьмы должен был освободиться и отпустить Кирилла. Но этого не произошло. Ее дух до сих пор запечатан. Лариса, а ты хорошо осмотрела рану? Коваль, специально для тебя могу еще раз посмотреть. Ну я же лампу починил. Угу. Ничего себе. Щепка. Видимо, этот кусок откололся во время удара. Что это? Печать была снята. Найденная Ларисой осиновая щепка держала душу Новиковой все это время. Не давала ей уйти в мир мертвых. Как только ее извлекли, дух белой ведьмы освободился и освободил от связи с собой душу Кирилла. Я был уверен, что после этого Кирилл вернется в нормальное состояние. Кирилл вернется. Едите к Гому. Мам. Где Лера? Анна Ивановна. Ой, Кирюш. Кирюшенька. Ты помнишь, что произошло 5 октября? Да, я все помню. Я знаю, кто убил Леру. Кто? Это Алина Ким. Хозяйка компании ООО Гранд Плюс. Она черная ведьма. Она и меня хотела убить. И убьет. Здравствуйте. Алло, шеф. Игнатов пришел до тебя и назвал бывцем. Это властница фирмы Гаранд Плюс. Алина Ким. Сережа, ты был прав. Игнатов пришел в сознание. Черная ведьма пыталась избавиться от Бахтеева и Игнатова, как от ненужных свидетелей. И у нее почти получилось. Но выйдя из комы, Кирилл мог дать против нее показания. И она обязательно попытается убить его снова. Мы решили устроить засаду на черную ведьму. Алина Ким. Какой оригинальный маскарад, Алина Ким. Вы что здесь делаете? Кстати, я доктор, и я пришла сделать укол своему пациенту. Поэтому вы захватили ампул с цианидом? Да, это не Кирилл. Кирилл Игнатов обвиняет вас в убийстве Валерии Новиковой. Заявление уже у меня. Черными шипами, щупальцами, жалами, острыми зубами и когтями жадными Руку, сучу, чешу, сушу, жгу, душу, грызу, терзаю. Имени высших сил проклинаю тебя. Иди к черту. Черными шипами, щупальцами, жалами, острыми зубами и когтями жадными Валерии Новиковой, сущу, чешу, сушу, сжигу, душу, грызу, терзаю. Достаточно зла. На этом твой путь ведьмы завершу. Я забираю твой дар. Серега, ты как? Нормально. Образцы почвы с шин, я уверен, совпадут с образцами почвы с места убийства Валерии Новиковой. Этого и показаний двух свидетелей вполне хватит, чтобы засадить тебя. И я не сяду в тюрьму. Сядешь. И очень надолго. Признаюсь, я не думал, что черная ведьма будет настолько сильна. В этой ситуации рассчитывать на помощь Сергея было с моей стороны несколько самонадеянно. Если бы не более мощное вмешательство белой ведьмы, дух которой мы освободили, все могло закончиться намного хуже. Валерия Новикова была белой ведьмой и часто использовала свой дар в коммерческих целях. Во время работы над одним из контрактов Валерия столкнулась с чужим сильным даром. Кто-то кроме нее применял колдовство в коммерческих целях. Новикова решила показать конкурентке, кто главный, и начала войну. Новикова получила желаемый контракт, но соперница, Алина Ким, не собиралась сдаваться. Черная ведьма решила физически устранить конкурентку. Алина Ким согласилась на встречу, но сама назначила место. Зная о темных способностях конкурентки, Валерия предполагала, что, возможно, магическая схватка, и поэтому согласилась встретиться подальше от людских глаз, в лесу. В качестве свидетеля и поддержки взяла с собой Кирилла. Но она не рассчитала коварства Алины. Вместо встречи Валерия угодила в охотничью ловушку ведьмы. Когда люди любят друг друга, их души связаны невидимыми нитями. Даже находясь в бессознательном состоянии, Кирилл сумел передать отчаянный сигнал о помощи, чем в итоге и спас себя, и помог нам найти убийцу своей невесты. Поэтому магия, конечно, магией, но белые или черные ее делают намерения и поступки человека. Константин, вы должны помочь мне. Я знаю, Степан работает у вас. Степана мы брали в качестве стажера, но он не оправдал оказанного ему доверия. Ну, почему? Ну, просто Степан разгильдя и безответственный человек, а таким не место в нашем агентстве. Ну, а телефон у вас хотя бы остался? К сожалению, ни телефона, ни почтового адреса, ничего не осталось. Извините, очень много дел. Я понимаю. Ну, если вы вдруг увидите, будьте так добры, передайте ему и скажите, чтобы он мне обязательно позвонил. Конечно же, Анна Ивановна, конечно. Благодарю. Всего доброго. Всего доброго. Вылазь уже, Дон Жуан. Шеф, это не смешно. После этого этого девчонка у лекарки совсем стриха съехала. Проходу мне не дает. Трестя. Это снова она. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова